Здравствуйте! Меня зовут Ольга Ингрия и вы находитесь на моем канале по вязанию фриформ. В этом видео я хочу вам показать как связать вот такую тесьму. Эту тесьму можно использовать для лямочек в купальнике, например, сделать небольшой поясок или обвязать таким образом горловину или низ изделия. Мне кажется, что такая тесьма придаст вашему изделию более законченный и красивый вид. Плюс этой тесьмы заключается в том, что ее можно вязать наращиванием, то есть достигать необходимой длины тесьмы последовательно. Это очень удобно, если точно не знаешь, сколько тесьмы понадобится для проекта или, если сложно рассчитать длину этой тесьмы, начинаем вязать. Я буду вязать из достаточно тонкой пряжи, это 100% альпака, 50 грамм 400 метров. И буду использовать крючок 0,9. Но вам не обязательно брать такую тонкую пряжу. Я думаю, эта тесьма будет красиво выглядеть, связанная пряжей толщиной где-то 500-400 метров в 100 граммах. В более толстой пряже, я думаю, она будет смотреться грубовато, но смотрите сами. Если вам нужна более брутальная вещь, то можно использовать и более толстую пряжу. Итак, начинаем. Сначала вяжем цепочку из 7 воздушных петель. Потом делаем 2 накида и вяжем в первую петлю цепочки столбик с двумя накидами. Теперь вокруг этого столбика с двумя накидами делаем обвивающий столбик. Для этого я делаю накид, обхожу крючком столбик с двумя накидами и вытаскиваю первую петлю. Потом делаю накид, вытаскиваю вторую петлю, накид, вытаскиваю третью петлю, накид, вытаскиваю четвертую петлю, накид, вытаскиваю пятую петлю. У меня получается такой вот пышный столбик и этот столбик я провязываю одним движением крючка. На крючке остаются две петли и их я провязываю, чтобы закрыть вершинку этого столбика. Дальше я вяжу столбик с тремя накидами, вкалывая крючок опять в петлю основания, первую петлю цепочки. Провязала. Теперь я делаю обвязку этого элемента. Для этого я столбик с тремя накидами обвязываю 9 столбиками без накида. Вкалываю крючок под столбик и провязываю столбик без накида. Всего 9 штук. Если нужно, можно немножко подтянуть столбики. Потом перехожу на вторую половинку и обвязываю цепочку из 6 воздушных петель. Если хвостик не будет использоваться для пришивания, то я его одновременно прячу, прокладывая вдоль линии вязания. Тоже ввожу крючок под цепочку и провязываю столбик без накида. 9 столбиков провязала. Вот в эту петлю, которая закрепляла пышный столбик, я провязываю столбик прикрепа, чтобы следующее звено цепочки находилось строго над первым звеном. Дальше вяжу 6 воздушных петель, делаю 2 накида и вкалываю крючок вот в эту петлю, находящуюся над обвивающим столбиком. Делаю столбик с двумя накидами. Дальше вяжу обвивающий столбик из 5 накидов. Первый, второй накид, третий, четвертый и пятый. Все 5 накидов провязываю за один прием и потом закрываю последние 2 петли столбика. Дальше делаю 3 накида и в ту же петлю в основание провязываю столбик с тремя накидами. Дальше делаю обвязку этого столбика с тремя накидами 9 столбиками без накида. Чтобы перейти на вторую половинку, я делаю в эту центральную петлю, в которой у меня вязались все столбики, столбик прикрепа и перехожу на вторую половинку, обвязываю цепочку из воздушных петель тоже 9 столбиками без накида. Провязав 9 столбиков без накида, я делаю столбик прикрепа в центральную петлю, находящуюся над пышным столбиком обвивающим. И все действия повторяются. Опять 6 воздушных петель, столбик с двумя накидами, обвивающий столбик, столбик с тремя накидами в ту же петлю, куда и столбик с двумя накидами был связан, и обвязка 9 столбиков без накида, столбик прикрепа, чтобы перейти на другую сторону, и вторая обвязка, поднимаемся вверх, тоже 9 столбиков без накида, столбик прикрепа, и третье звено цепочки тоже связано. И так можно продолжать вязать тесьму, пока вы не свяжете тесьму нужной вам длины. Я эту тесьму буду использовать в свитере, в котором будет сочетаться ирландское кружево и вязание спицами. Какие-то процессы, которые я буду успевать заснять, я вам покажу. Надеюсь, это видео было вам полезно. Отметьте это лайками, не забудьте. С вами была Ольга Ингрия. До новых встреч, всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова